Добрый день, меня зовут Аксенова Мария. Я аналитик Департамента системного анализа управления требованиями Дирекции базовой операционной системы в группе Astra. Сегодня поговорим о замкнутой программной среде как о базовой основе средств защиты информации в операционной системе Astra Linux. Замкнутая программная среда является частью большого комплекса защиты в нашей системе, в которой помимо нее также реализованы такие компоненты защиты, как мандатный контроль целостности, мандатное управление доступом, защищенная СУБД, защищенная виртуализация, графический системный киоск. И замкнутая программная среда реализует доверенную среду функционирования всех этих средств защиты, при этом используя механизм проверки цифровой подписи. Для чего это нужно? Во-первых, это нужно для того, чтобы гарантировать подлинность программного обеспечения. Все исполняемые файлы и разделяемые библиотеки типа ELF проходят процедуру подписывания самим производителям операционной системы, в процессе сборки дистрибутива. При этом все прикладное программное обеспечение наших технологических партнеров проходит также процедуру подписи при сборке и перед поставкой. Во-вторых, это нужно для того, чтобы гарантировать динамический контроль целостности файлов. Это является намного более продвинутым способом, чем периодический контроль по каким-то заданным эталонным суммам в какой-то определенный промежуток времени, так как изменение в структуре файла сразу же делает его подпись недействительной, что можно выявить мгновенно. Как это работает? Замкнутая программная среда в нашей операционной системе реализована в виде модуля ядра Dixi-Querif, который в свою очередь является частью нашего проприетарного LSM-модуля Parsec и реализует в себе два основных режима функционирования. Первый режим функционирования — это контроль исполняемых файлов. Именно он и создает саму замкнутую программную среду. Он работает по принципу срабатывания LSM-хука на системные вызовы M-Map. Соответственно, все исполняемые файлы проходят процедуру проверки подписи, по результату которой системный вызов или прорывается, или пропускается. Контроль на открытие файлов является лишь дополнительным режимом, и, естественно, если включить его один, то никакой замкнутой среды у нас не получится, так как он контролирует только по заданному списку контроля. Здесь принцип аналогичен, за исключением того, что контролируется системный вызов Open. Процесс настройки модуля стандартен для настройки любого модуля ядра, но достаточно сложен для настройки средств защиты информации, поэтому расскажу об этом чуть поподробнее. Все конфигурационные файлы, все сертификаты, списки контроля, списки отзыва хранятся в специальной директории UTC-Dexec. Для того, чтобы применить заданную конфигурацию, необходимо перезаписать настройки в загрузочный RAM-диск и NITRD, и только после этого, при следующем запуске операционной системы, из-за NITRD будут считаны новые настройки конфигурации в интерфейсе ядра CIS-Dexec, после чего настройка будет применена и работать. Такая архитектура настройки позволяет минимизировать риск несанкционированной модификации модуля защиты, но, конечно же, мы здесь рекомендуем использовать средства доверенной загрузки, чтобы свести к нулю такие риски несанкционированной модификации. Основные способы подписи и виды подписей, которые проверяются и поддерживаются в замкнутой среде, их можно условно разделить на два типа, это встроенные типы подписей и отсоединенные. Встроенные типы модифицируют структуру файла, так как внедряются в саму структуру, в сам файл меняют его контрольные суммы. Это достаточно может быть болезненный процесс для тех систем, которые работают в организациях с обязательным периодическим контролем по суммам, и отсоединенный тип как раз ничего не модифицирует и хранит подпись отдельно от файла. Подпись типа эльф применима только к файлам типа эльф и записывается в эльф-секцию этого файла, а attached подпись вписывается в конец файла, как бы присоединяясь к нему, и ее область применимости для всевозможных ПЕ-файлов, в том числе DLL, для контроля функционирования Windows программ где-нибудь в среде Vine, например. X-Ater подпись, это подпись в расширенных атрибутах, она применима только для файловых систем, которые эти расширенные атрибуты поддерживают, такие как XFS или EXT. В данном случае мы чаще всего, конечно, используем X4-файловую систему, поэтому область применимости в нашей операционной системе велика. И отсоединенная detached подпись – это подпись в отдельном файле. Преимущество у нее над X-Ater подписью в том, что можно тиражировать и распространять такие файлы вместе с подписью, при этом не модифицируя его структуру, и распространяя в своем дистрибутиве. Основные инструменты для работы с подписями в нашей операционной системе – это утилиты пользовательского уровня. Они представляют собой иерархическую структуру. Утилиты нижнего уровня – это утилита GPG, которая реализует собой формат GPG RFC 4880, с помощью которой можно создавать ключевые пары, открытый и закрытый ключ, в соответствии с одечественными стандартами цифровой подписи. Утилита B-Sign – это утилита, которая базируется на GPG, и она используется уже для создания подписи и поддерживает все типы подписи, описанные ранее. Плюс к тому она высчитывает хэш-функцию и добавляет хэш-сумму вместе с подписью к самому файлу. И наша новая утилита – это B-Sign Integraтор. Это очень юзер-френдли утилита, которая создана была для улучшения пользовательского опыта в связи с тем, что у нас развилось довольно много вариантов всякой подписи, и появилась необходимость в автоматизации, чтобы не усложнять жизнь администраторов. Мы автоматически определяем тип файла, подписываем его так, как это нужно. Мы можем создавать подписи по всевозможным спискам, директориям. И последняя, самая существенная доработка и автоматизация – это анализ файловой системы по заданному идентификатору сертификата ключа. Это может быть очень полезно в случае, например, отзыва какого-то сертификата, чтобы администратор мог проанализировать всю файловую систему и совершенно точно понимать, что у него произойдет, отказ, чего сработает при следующей перезагрузке. И нами были разработаны новые режимы проверки по описи. Хотелось бы это немного обосновать, эту сложную структуру. Связано это, наверное, с попыткой найти компромисс между security и usability, потому что существует очень много разных кейсов у нас в организациях эксплуатирующих, которые совершенно по-разному используют замкнутые программные среды, у них совершенно разные условия функционирования. И первый режим – это режим проверки только встроенной подписи. Это вот тот базовый режим, который у нас всегда был, всегда работал. Это проверка только исполняемых файлов, только встроенной подписи. Второй режим – это новый универсальный режим, который мы теперь рекомендуем к использованию. Этот режим выполняет поиск подписи на файле и делает это в следующем порядке. Сначала ищут встроенные подписи, потом подписи в расширенных атрибутах, потом отсоединенную подпись, и если ничего не нашлось, то запуск файла запрещен. При этом, если хоть одна из них оказалась неверной, запуск тоже блокируется. Для чего этот режим нужен? Он позволяет расширить область контроля, позволяет контролировать больше файлов различных типов. И следующий режим — это проверка и поиск верной подписи. Это очень смягченный режим, он похож на предыдущий, но при этом, если была найдена неверная подпись, мы продолжаем искать, и если уже все подписи на файле оказываются неверные, тогда его запуск блокируется. Этот режим может быть применим в случае, если мы боимся отказа в обслуживании своего программного обеспечения, и мы отзываем какой-то важный сертификат, который использовался для встроенной подписи, но при этом на файле же могут быть и расширенные атрибуты, и отсоединенная подпись, и все это может быть все еще верно, тогда мы не отказываемся от использования этого программного обеспечения. И два следующих режима — это достаточно узко применимые режимы. Это режим контроля только по расширенным атрибутам. Это очень такой специфический режим, например, для организаций, которые хотят полностью перейти на свою цепочку доверия, полностью перейти на свои ключи. Ключам производителя они не доверяют, тогда они все подписывают в расширенных атрибутах, при этом контрольные суммы не меняются и живут своей жизнью. И последний режим — это усиленный режим двухфакторной проверки, то есть это проверка как на встроенной подписи, соответственно, на сертификате производителя, так и на подпись в расширенных атрибутах на сертификате организации. Чуть поподробнее про универсальный режим. Во-первых, я нарисовала красивую картинку, как это работает, и немножечко расскажу про применимость его. Мы планируем начать контролировать не только исполняемые файлы, но и интерпретируемый код. Для этого нужно будет сделать, что на стороне интерпретатора необходимо будет реализовать системный вызов mmap во всех точках вхождения, интерпретируемого файла во всех точках запуска. Звучит как фантастика, но у нас уже есть один успешный кейс с Axiom GDK. Это производитель отечественной сертифицированной Java, которые на стороне своей Java-машины как раз вставили этот системный вызов, который естественным образом провоцирует проверку подписи у нас. И наш новый механизм, который будет представлен в самом свежем релизе нашей операционной системы, это механизм отзыва сертификатов. Конечно, очень важный механизм на случай компрометации ключа. У нас его, к сожалению, не было все это время. Работает он по принципу черного списка. Причем черный список хранится в юзерспейсе. Как это делается? Записываются США-1 суммы на ГПГ-сертификат в определенный список отзыва. Список отзыва при этом используется при запуске операционной системы и формировании записи в интерфейсе ядра из CIS-DXX. Соответственно, все отозванные сертификаты, которые уже хранятся в ИнитРД, будут запрещены к загрузке в интерфейс ядра, а их последующая загрузка также будет заблокирована. И наши планы, планы на будущее, как я уже говорила, это, конечно, расширение границ, контролируемых в программной среде файлов, расширение зоны контроля, области контроля. Поэтому стремимся к интеграциям с отечественными разработчиками. Мы готовы также к интеграциям с производителями и криптопровайдерами. У нас уже тоже есть, в принципе, такой кейс. Мы предоставили возможность проверки со стороны ядра на всех стандартных электрических кривых из отечественного стандарта. Поэтому мы со своей стороны готовы начать поддержку квалифицированных сертификатов для проверки подписи. И, конечно, мы всегда готовы к открытому тестированию наших средств защиты. В прошлом году наша замкнутая среда уже выставлялась на программу Bug Bounty, в результате чего мы получили достаточно широкую и большую обратную связь. Много закладов о том, что у нас и как нужно сделать. Мы все поправили и готовы продолжать выставлять эти механизмы, не только замкнутую программную среду в перспективе, на суд независимой экспертизы безопасности и тестирования. Спасибо. У меня все. Здесь можно по QR-кодам перейти, задать дополнительные вопросы, если не успеете задать сегодня. Отлично. Мне понравилось. Вы сами делали слайды, видимо, потому что везде, где B-Sign, у вас везде B-Sign, B-Sign, B-Sign. Вот это такое летнее. И любой там сначала L-S, потом CUT вы подписали, а вот CUT и L-S уже не будет работать. Это хороший вопрос. Этот вопрос относится к области защиты и контролируемой области. То есть планируем ли мы включать такую поддержку в большую? Наверное, нет. Это слишком страшно. Но может быть в питоне или в перле, да. Здравствуйте. Михаил Новосилов, Роса. А скажите, как вы с интерпретаторами собираетесь делать, когда интерпретатор на stdin получает одной файл? А мы блокируем такие вызовы интерпретируемого кода, которые нам нежелательны. И будем работать только с готовыми файлами, которые можно подписать. То есть что-нибудь сломается. Понятно. Возможно. Безопасность такая безопасность. А безопасность, она требует жертв определенных. Спасибо, Бондарев, Антон. Спасибо за доклад. Сначала я спрошу. Вот вы сказали такую замечательную фразу. У нас была программа Баунти. Нам кучу докладов сделали. И мы их все исправили. Вы их все исправили? Да, мы их все исправили. И в нашей новой, свежайшей версии операционной системы вы можете это проверить. Нет ни одной ошибки. Замечательно. Говоря о том, что докладов было много, многие и повторялись. Ну да, это я, конечно… Типовых ошибок там где-то 3-4. То есть это не большой список. Система просто докручивалась долгое время. Я понимаю. Это была такая шутка. А на самом деле у меня вопрос про интерпретаторы. А у меня правильно ли я понимаю, что ваша система, она закрыта, замкнута, и, например, компилятора у вас нет, чтобы человек дособрал себе что-то? Чтобы дособрал себе что-то, но это уже не замкнутая среда. Хотя, с другой стороны, поскольку есть возможность организации доверия на стороне организации, то, в принципе, человек может что-то дособрать, скомпилировать, подписать своим ключом на своем сертификате, загруженном в ZPS, и тогда оно сможет заработать. Да. Я про это и спрашиваю. То есть вот этот баланс между юзабилити и security, да? Да-да-да. Оно у вас в пользу security явно уходит? Ну, конечно, в пользу security, но просто цель-то была добавить юзабилити хоть немножко. Спасибо за доклад. Вы приоткрыли дверь на то, как это настроение устроено. Вопрос такой. Вы указали про первый вариант хранения подписи, встроенный в Elf file. Насколько эта история специфицирована? Насколько сторонние разработчики могут создавать собственные такие файлы? И инструментарий, соответствующий, тоже у вас насколько опубликован? Как создавать подпись на Elf file? Это, на самом деле, достаточно стандартная история. Ну, во-первых, Elf file имеет стандартную структуру со своими секциями заданными. И в наших Elf file есть специальная секция для signature, поэтому это совершенно без проблем. Можно делать... Нет, насколько это специфицировано со стороны сторонних разработчиков? Да, это, во-первых, описано в эксплуатационной документации. Естественно, разработчики, которые делают ПО совместимое с Astralinux, имеют полную инструкцию, как проводить подпись на своей стороне. И мы выдаем всем потребителям специальные сертификаты для подписи. А инструментарий, который позволяет сделать... А, B-Sign? B-Sign не подходит наш B-Sign? Дело в том, что инструментарий это тот, который включен в операционную систему. То есть теми же средствами, но уже на своих сертификатах. И цепочка доверия выстраивается так, что их сертификаты, они подтверждаются нашими. То есть когда мы... Как раз у меня был целый слайд про инструменты, которыми можно что-то подписывать. Вот этими инструментами можно... Смотри, вопрос такой. У них утилита B-Sign, она закрытая. Это старый форк на GitHub, который не подходит. То есть если ты хочешь на своей структуре собирать, тебе придется придумать, как запустить кусочек астры, где вот этот непонятный B-Sign, он у тебя будет падать. Например, когда я подписываю большое количество файлов, там он разбивает на батча по 100 файлов. Потому что если меньше сделать, будет долго совсем, а если больше, он падает. Вот, это я нашел опытным путем. Большая вам просьба, опубликуйте уже этот несчастный ваш этот форк B-Sign. Там нет ничего секретного. Мы там починим все эти ваши баги, но долго переписываться. Мы обсудим это. Вот про вот это ты долго подводил. Да, 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 наверное, спасибо. Я хочу короче сделать, потому что есть еще вопросы, наверное. Так, вопросы так. Кроме Миши есть кто-то? Ох, есть специалист, но мы к нему надо будет сделать забег. Забег сделаем. Так, ваша, включен? Да, включен? Нет. По-моему, включен вот туда. Огромное спасибо за доклад. Вопрос один побольше, другой поменьше. Первый вопрос. Как вы относитесь к IMA, Integrity Management Architecture, в AppStream Ядра Linux? Почему стоит делать свое отдельное решение, которое реимплементирует как бы общий стандарт? Мы, короткая история про Parallels, которые делали свой формат хранения образов для виртуальных машин, а потом, когда Red Hat пришел в AppStream со своим решением, оно было принято в AppStream, люди мучились и переписывали свое кастомное на то, чем пользуются все. Нет ли у вас такого риска? На самом деле это философский вопрос. Дело в том, что, как можно заметить, у нас много собственных в принципе средств защиты, полностью наших, нами разработанных, не только замкнутая программная среда. И когда мы говорим об использовании наших средств защиты, мы говорим о том, что поскольку мы их сделали, мы знаем все возможные какие-то плюсы или недостатки, и мы абсолютно уверены в кодовой базе, которая здесь есть. Когда мы берем что-то, разработанное кем-то, это требует большого дополнительного анализа безопасности, который, возможно, мы когда-нибудь и произведем, но стоит ли? Ну да, но при этом тут всегда компромисс. Вы же не можете отказаться от ядра Linux, от LSM, на котором работает Parsever. Это компромисс, да, это тонкая грань. Дополнить ответ Марии. Дело в том, что EMA, она не решает все задачи, которые мы ставили при создании своего модуля. В частности, установка доверия к поставляемому софту от вендора операционной системы. Это тоже было уже в тогда намечающихся требованиях в стеке. Поэтому мы решали эту задачу. EMA это не позволяет сделать. Там требуется подпись конкретно на объекте установки. И действительно, то, что справедливо заметили, все-таки мы пытаемся как-то развивать собственные решения, чтобы действительно потом нести за них ответственность в полной мере и проводить в том числе те исследования независимых сторонних экспертов. Как потом решать проблемы с EMA, если там будут найдены какие-то баги, и насколько их, когда нам раскроют, тоже непонятно. Поэтому вот, собственно, ответ в этом. Спасибо за честный ответ. И маленький вопрос. Подписывается ли у вас, проверяется ли при цепочке доверия на загрузке подпись InitRD, InitRAMFS? Это уже достаточно глубокий вопрос. Значит, эта часть должна как раз отводиться на отпуск АПМДЗ, то есть аппаратным средством доверенной загрузки. Просто по умолчанию в Линуксе эта вещь пропускается? Часто при цепочке доверенной загрузки в Secure Boot проверяется ядро, а InitRAMFS нет? Нет, вы знаете, я буквально вчера выяснила факт. Проверяется. Да, InitRAMFS проверяется. Ну да, в средствах доверенной загрузки, которые проходят соответствующие исследования, там этот факт проверяется, да. Здорово, спасибо. Давай. Саша, я тебе потом документы покажу, как у них это делается как раз в рамках доверенной группы по доверенной загрузке. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос возник. Как вы храните приватные ключи? Собственно, интегрированы ли с этим ваши утилиты для подписи? И как вы заставляете сторонних разработчиков не хранить приватные ключи, например, в гид-репозитории на гитхабе? А что нельзя? Нет, очень можно. Я люблю пользоваться. Умею, практикую. Поскольку мы используем на нижнем уровне утилиту ГПГ, она имеет свою инфраструктуру для хранения закрытых ключей, свое хранилище закрытых ключей, поэтому мы рекомендуем пользоваться ей и пользуемся этим хранилищем. Нет, нет. Я заточню, Мария, немножко про другое. То, что вы спрашивали, здесь ответ такой. У нас изначально был выработан определенный регламент обращения с этими закрытыми ключами, то есть они там контролируются в определенной зоне и находятся. Да, действительно, процесс компрометации ключа очень важен. Как его решают другие организации, мы как бы им доверяем на честное слово. Надеемся, что у всех тоже такая процедура существует. Но в будущем есть, конечно, идея задействовать инфраструктуру хранения, которая удостоверяющаяся центры обеспечивает и так далее. Насколько по силам это все реализовать, это вот покажет время, сейчас это ведь нельзя. У нас внутри это довольно жестко регламентировано, поэтому доступ к этим сертификатам у очень ограниченного круга людей и специальные проверки для этого делаются. А вы HSM используете и не хотите, например, заставлять сторонних разработчиков использовать HSM, например, просто выдавая им коробочку? Ну, это неплохо. Это просто решает проблему? Да, хорошая идея, надо думать на это направление тоже, да. Спасибо. Спасибо. Какую коробочку? В смысле, у разработчиков проблема другая. Как это при сборке, при continuous integration, куда запихать этот странный ключ, чтобы он там никуда не утек с одной стороны, а с другой стороны подписывал. А ты еще коробочку говоришь давать там. Совершенно не проблема. Специально обученный человек с веером… А, и он будет бегать, значит, и втыкать в эти самые сборки. Ну, замечательно. Давай я тебе верну. Огонь. Давай. Ужасный, спасибо. Николай Костригин, Базарк СПО. Вы упомянули, что у вас корень доверия сводится для проверки НИТРД к аппаратному средству защиты. UEFI вы не используете при этом? Да. UEFI пока не стандартизировано. Хранение стандартов по security boot и так далее, которые сейчас в разработке, возможно, дадут возможность и такую обеспечить, такое контрдоверие реализовать. В настоящий момент нет, мы не используем. То есть ключи свои вы в мод не добавляете? Нет. То есть в реально защищенных контурах там используют средства доверенной загрузки, и оно это обеспечивает. Поэтому необходимость такой отсутствует. Доклад, Орлов Михаил, компания Криптософт. У меня возник вопрос касательно инструментов, которые вы перечисляете для работы с подписями. И вот вы говорите, что вы используете GPG. GPG в соответствии с отечественными стандартами, генерал-сключевых пар. Насколько я помню, GPG использует стандарт OpenPGP. И, по-моему, немецкий стандарт. И вопрос, соответственно, в том, у вас какое-то свое решение про GPG, которое в соответствии с нашей стандартной базой функционирует или как это реализуется? Это симбиоз нашего отечественного стандарта и RFC 4880, как я и говорил. То есть GPG, получается, все переработанный? Да. Есть еще доработки, конечно. Доработанный. Я хочу напомнить, что у нас все-таки регламент, и хотелось бы и следующих докладчиков сделать. Просим, просим. Поэтому последний, пожалуйста, вопрос. А дальше можно в Куралах подходить и выяснять. Потому что тема, конечно, злободневная. Я понимаю, сколько может быть. Михаил Шагорин, здравствуйте. Благодарю за доклад. Как уже отметил, к сожалению, мое местами бальзам на уши впечатление от доклада было смазано наибольшим пока количеством опечаток в нем. То есть штук пять по типам, с десяток, наверное, в сумме. И хочу обратить ваше внимание на то, что когда работаю с людьми в области безопасности, то, как правило, это вопрос культуры, даже не философии. Что если человек аккуратен с кодом, он не допустит лишнего в баяна, вот меньше равно, вот меньше, как в докладе коллег, да, обратить внимание, то у него и слайды, и тексты, и письма рабочие, проходные, одноразовые, будут такие же. Поэтому призываю вас тренировать вот это вот внимание к мелочам. Держите удар. Это будет профессия у него постоянно. Тяжело, но я справлюсь. Далее. По части того, что вот упоминали про UEFI, Секирбут и компанию, несколько удивился, потому что, насколько я понимаю, там цепочка такая, что фирма проверяет шин, проверяет загрузчик, загрузчик проверяет, что сочтет нужным теми способами, которые… То есть я не понял, чего вам не хватает в спецификации. Я просто это когда-то в Альте делал, вот, и в 12-13 году. Есть, кстати, Секирбут мини-хафту у нас на англоязычной Вике. Вот. И в этой сфере, кстати, хотел бы еще одним таким вот анекдотцем поделиться из жизни вот примерно тех же времен. Вдруг кому-то пригодится по части… У меня всегда комментарии. Насчет чего не хватает, можно сразу ответить. Когда мы подписывали шимы для Альта, вот, моими руками испеченные в 13-м году, мы долго бодались с индусами, потому что я не запирал… Ну, короче говоря, я им твердил, что у нас hardware enablement, то есть мы должны работать на этом железе, вот уже с Секирбутом. Вот. А они говорили, нет, ну давайте ограничивать запуск там, чего попало. В итоге этот спор был разрешен тем, что один из наших руководителей позвонил своему, я не помню, ученику или кому в Сиэтле, тот дал по башке тому индусу, который со мной общался, и все четыре бинарника подписали одним днем. Поэтому, опять же, к вопросу о перетягивании гаек и так далее, человеческий фактор недооценивать не стоит. Вот. А по поводу, вот опять же, бальзама на уши, я был очень рад тому, что вот вы, опять же, о технической стороне говорите, потому что от наших общих клиентов я, к сожалению, очень часто слышу то, что им впарили астро админресурсом и дальше оно не работает. То есть, крайний случай, это один очень крупный ваш заказчик, который был вынужден просто отказаться от виртуализации, потому что Брест за вагон денег у него не работает. Обратите внимание, вот это уже про поводу, обратите внимание на как бы вот техническую сторону. Спасибо за ваши переживания на наш адрес. Мы тоже самое слышим относительно всех остальных вендоров операционных систем в те проекты, куда мы заходим. Поэтому, вот, а насчет того, что не хватает Секирбут, вот, главное, что там не хватает, это пока поддержки со стороны регулятора. То есть, пока вся цепочка доверия с вот этим решением до конца не вошли в стандарты, которые можно потом правильно проводить через сертификацию. Ну что ж, аплодисменты, выдержали удар Шигорина.